Привет, это Навальный, и сегодня мы ищем предателей в рядах ФСБ. Дело в том, что журналисту-расследователю Ивану Голунову недавно подбросили наркотики для того, чтобы посадить его в тюрьму и не дать заниматься своим делом. Голунов специализировался на коррупции в мэрии Москвы, и как минимум об одном его расследовании вы точно слышали, ведь об этом говорили даже Юрий Дудь и Егор Крит. Ты знаешь, кто такой Петр Беряков? Нет. Это заместитель Собянина, у которого семья только в легендах Цветнова купила квартиру на полтора миллиарда рублей. Нормально. Кайфчик. Сам Голунов на суде заявил, что ему угрожали за материалы о так называемой похоронной мафии и ее связях с руководством управления ФСБ по Москве и Московской области. Журналисты из расследовательского объединения «Проект» написали о заказчиках дела Голунова более конкретно. Цитирую. Никаких сомнений, там все анализы от биологических жидкостей до смывов с рук показали, что Голунов наркотики не употреблял и к ним не прикасался. А фотографии лаборатории, якобы найденной у него в квартире, оказались взятыми совсем из другой квартиры. Это фальшивка, в которой призналась само МВД. В следствии допущенной сотрудникам главка ошибки размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам. Второе. Есть сотрудник ФСБ, с которым у журналиста был конфликт и который, возможно, крышует московских коррупционеров и в частности похоронную мафию. И который, возможно, решил посадить невиновного человека ради интересов жуликов. Я ничего не знаю о похоронной мафии, а фамилию Медоев узнал недавно из СМИ. Но мы провели небольшое расследование, досмотрите до конца, и очень многое вам станет понятно. И кто такой этот Медоев? И главное, как же так получилось, что московские коррупционеры и Собянин лично содержат все его семейство? Первый же факт о подполковнике ФСБ Марате Медоеве сильно упрощает нам нашу работу. Он не просто чекист, а потомственный чекист. Его папа Игорь Медоев служил в ФСБ, а потом в государственном предприятии «Монетный двор», потом в налоговой, когда ее возглавлял Сердюков, а потом вместе с ними перешел в Министерство обороны. Значит, наш герой с детства слышал, что у чекиста должно быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки. А главное, оба Медоевых не могли заниматься бизнесом. У обоих холодная голова и чистые руки. Оба живут на зарплату, ну пусть даже и большую, но только на нее. Как и положено честным ФСБшникам, защитникам Родины, за душой у которых ничего, кроме любви к Отечеству и бюстика Феликса Дзержинского. Чекист рожден в борьбе, мушал в сражениях жарких, с той пламенной поры немало лет прошло. Но в общем мы планировали посмотреть их имущество и найти примерно ничего. А нашли вот что. Это выписка, подтверждающая, что ФСБшник Медоев-старший в 2016 году купил 200-метровую квартиру в одном из самых элитных и помпезных жилых комплексов Москвы, итальянский квартал. Один квадратный метр здесь стоит 1 миллион рублей. Квартира Медоева, соответственно, 200 миллионов. Как это? Ошибка? Может быть подбросили, как Голунову наркотики? Сурашку со звездой, потертую кожанку, в музее положили под стекло. Но враг готовит нам опять огни и войны. Вряд ли. Вот еще две такие квартиры. Ну, не такие элитные, конечно, но обе по 100 квадратных метров и в центре, на улице Казакова. Одна на отца, другая до недавнего времени была на сына. Что с ней случилось потом, я расскажу чуть позже. Теперь нам нужно с вами пройти по улице Казакова еще метров 200, и мы видим дом. В нем у семьи Медоевых есть 180-метровая двухэтажная квартира. Такая стоит 80 миллионов рублей. И я сейчас еще эскалирую ситуацию. За этим домом есть вот такая тысячеметровая пристроечка. Не желая, она тоже принадлежит семье чекистов Медоевых. Лично Медоеву-старшему. И с ней связана вообще самая умопомрачительная история нашего сегодняшнего мини-расследования, которая покажет вам, что Медоевы эти связаны в первую очередь не только с похоронниками, а с мэрией Москвы и Собяниным лично. Игорь Медоев купил это здание в ноябре 2016 года. Через два месяца создал себе ИП и сразу же сдал здание в аренду Московской автодорожной инспекции. Теперь ФСБшник Медоев своими чистыми руками получает более 2 миллионов рублей в месяц от московского правительства. То есть всего за два года аренды 67 миллионов рублей. Но как это могло произойти? Чтобы объяснить эту схему, нам нужно вернуться к выпискам на квартиры, которые я вам уже показывал. По ним очень просто восстановить все семейное древо Медоевых. Вот Игорь Медоев, вот его сын Марат, которого мы сегодня и обсуждаем. Но в семье есть еще два ребенка. Добавляем дочь Маю, хозяйку двухэтажной квартиры. Она, как видно из выписок, сменила свою фамилию на Овсянникова. Вышла замуж за Петра Овсянникова. Вот он в другой выписке, смотрите, покупает квартиру Марата Медоева. Петр Овсянников сотрудник московской мэрии. Он возглавляет службу контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. А вот его папа, Овсянников Юрий Петрович. Он тоже чиновник и даже успел недолго побыть министром транспорта Крыма. Но до этого он возглавлял Московскую дорожную инспекцию. То есть то самое ведомство, которое арендовало у Медоевых нежилое здание на улице Казакова. Такая вот очень простая схема. Член семьи Медоевых чиновник арендует помещение у члена семьи Медоевых ФСБшника, папы нашего Марата Медоева. И обеспечивает гарантированный доход 2 миллиона рублей в месяц. Какое вопиющее нахальство и такая очевидно коррупционная схема. Куда же смотрит Сергей Собянин? А Собянин Сергей Семенович, мэр города Москвы, начальник тех чиновников, чью деятельность расследовал Иван Голунов, лично кладет денежки в карман замечательному семейству из ФСБ. Это из документов на аренду помещения МАДИ на улице Казакова. Они разъясняют, что вообще-то бы и рады арендовать что угодно, но им просто придется арендовать именно это помещение Медоева, потому что Собянин лично написал письмо, вот есть номер, дата, все официально, в котором согласовал аренду именно этого помещения. Мы давно так не удивлялись, если честно. Это написано черным по белому. Обратились к Собянину, и Собянин из миллиона доступных вариантов, да хоть из городского имущества, выбрал один. Снимать помещение, принадлежащее ФСБшнику Медоеву. А вы думали, как это работает? Ну вы же читали в расследованиях того же Голунова. Мэрия закупила бордюры в два раза дороже, чиновники владеют пентхаусами, сотнями миллиардов воруют. Вы своими глазами видите, как Собянин по восемь раз перекладывает плитку на одних и тех же улицах и думаете, боже мой, а куда смотрят власти? А где же ФСБ? А Собянин организовал схему откатов в это ФСБ и чувствует себя просто отличненько. Рука руку моет, а если кто-то недоволен, то в его рюкзаке быстро найдут наркотики. Ваня, Ванечка, с тобой все. Мы поняли, Гера, все вам интересы, мы тебя любим. Ваня, все будет хорошо, смотри на меня, все будет хорошо. Я делаю все. Это еще не все. Для полноты картины в нашу схему нужно дорисовать еще кое-кого. Вторая дочь Игоря Медоева Эльда, сестра нашего Медоева. Женщина удивительной судьбы. Она училась и жила в Америке, потом в Англии, а потом вернулась в Москву и стала чиновницей московской мэрии, начальником управления национальной политики. Это третья сотрудница Собянина в нашей схеме. Но правда бывшая. Она бросила государственную службу для того, чтобы полноценно посвятить себя своему увлечению, астрологии, ну и обучению английскому языку через Инстаграм. Думаю, вы согласитесь, что юмор дарит нам хорошее настроение, продлевает жизнь, а также помогает учить английский. И сегодня я хочу рассказать вам анекдот. Не беспокойтесь за Эльду. Жить ей в любом случае есть на что. Она недавно продала свою 350-метровую квартиру в жилом комплексе в Покровском-Стрешнево. Дом очень приятный. И соседи замечательные. Например, пять квартир там занимают Ротенберги и их родственники. Стоимость недвижимости Эльды, ну, какие-то 250 миллионов рублей. Квартиру она получила в собственность после развода с мужем Барановым Михаилом Робертовичем. В попытках хоть как-то оправдать эту чиновниче-чекистскую семью мы даже попытались, честно попытались найти бизнес этого бывшего мужа Баранова. Но все, что нашли, это транспортная фирма, которая занималась перевозками военных грузов для Министерства обороны, где советником министра работал, я напоминаю, наш Медоев-старший. С 2014 года, когда супруги развелись, фирма Баранова больше не выиграла ни одного подряда. А как все хорошо начиналось? Они ведь даже герб семейный учредили. Вот посмотрите, изображен барашек, это, видимо, символизирует Баранова, и пчелы с медом. Медоева же. Таким образом, фиксируем, на сегодняшний момент семья ФСБшников Медоевых владеет недвижимостью на сумму 550 миллионов рублей. Ну и для окончательной полноты картины давайте изучим автопарк Медоевых. Автомобили Range Rover. Три штуки. Три Mercedes разных классов, два внедорожника Audi Q7, Lexus, Porsche Cayenne, ну и шесть мотоциклов Harley-Davidson и BMW. Там была еще куча разных автомобилей, которые они успели продать, но один заслуживает особого и главного внимания. Свой BMW X5 подполковник Марат Медоев в 2017 году продал некому Большакову Валерию Михайловичу. По удивительному совпадению, человек с таким же именем работает начальником отделения транспортного обслуживания похоронного ГУП Ритуал. В этот момент мы все остановились. Выдохнули, сосредоточились. Журналист Голунов считает, что подброс ему наркотиков организовал ФСБшник Медоев, крышующий похоронную мафию. ФСБшник Медоев так близко связан с ГУП Ритуал, то есть с той самой похоронной мафии, что продает ей свой шестилетний BMW. Мне кажется, этого достаточно и больше сюда добавить нечего. И я уверен, что всем вам уже понятно, честный ФСБшник Медоев или все-таки он взяточник и предатель. У меня только есть вопрос к остальным ФСБшникам, и я уверен, что все они посмотрят этот ролик. Вот скажите, пожалуйста, вы для чего служите и кому? Для того, чтобы людям в России лучше жилось? Или для того, чтобы бабушка пришла хоронить своего деда? А эта похоронная мафия выгрызла у нее последние деньги, нажилась сама, а потом еще откатила вашему начальству. А потом еще использовала возможности службы, чтобы посадить журналиста, писавшего о том, как людей грабят сервисы похоронных услуг. Фонд борьбы с коррупцией передает привет и поддержку Ивану Голунову. Это невиновный человек. Я передаю привет и вновь арестованному вчера Леониду Волкову, начальнику нашего штаба. Он тоже абсолютно невиновный человек, и наша общая задача добиваться их освобождения. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный бой.